Всем привет, дорогие друзья! С вами Мила, и это турнир Next Game. Ну что же, сетка лозеров играет у нас команда Rebels против команды Prodota Gaming. Баны от команды Rebels. Чен, Enchantress, Spell и Oracle против Лондруида, Beastmaster, Вайда и Дарксира. В пиках Invoker, Air Spirit, Batrider против Фуриона, Герокоптера, Vengeful Spirit. Сейчас Rebels набирают у нас Свена в качестве кэри. В принципе, лайнник у них достаточно понятный. Вайнвокер умеет, раз перед будет саппортом, который будет гангать. Batrider, Hardline, ну и Свен, соответственно, кэри. Значит, осталось им набрать какого-то саппорта. Зная One Score, это вполне может быть что-то типа Бейна либо Леона. Фурион, Герокоптер, Vengeful Spirit. У Prodota Gaming пока тоже, в принципе, все понятно. Фурион, Hardline, Герокоптер кэри, Винга, саппорт. Ну, Вингу уже забрали. Значит, остается у нас Леона для One Score и Бейн, например. Какой-то также Oracle у нас в банах. Остается здесь взять мидера и второго саппорта. Например, сейчас очень популярно Doom в леса брать. Интересно, подходит ли такой плейстайл для команды Prodota Gaming. Что же может быть у нас в миде? Обратите внимание, что ни одна команда не забанила Destroyer, который очень-очень популярен сейчас. Ну, я надеюсь, честно говоря, что в следующем патче его подфиксят. И вообще, я очень жду следующего патча, потому что, по-моему, еще не было, чтобы два мажора игрались на одном патче. И как-то это немного грустно. Хотя, если честно, по тому, что я знаю, Валлы сейчас отдыхают на Гавайях, так что, скорее всего, патч мы увидим только после мажора. Ну что же. Так. Так. Так, что это? Вообще, в качестве мидера, кроме Destroyer, кого мы можем предложить? Ну, здесь вот набирают Тайда. Здесь он как... А может, это будет Трипла? А может, это будет Фурион в миде? Вообще, это достаточно редко встречается, но вчера Афонин играл на нем. Так что в миде. Правда, кажется, проиграл, да? Да, проиграли там по Алиарете на Авиам. Кстати, игры были очень интересные, так что, кто не смотрел на канале Рухаба, я думаю, что уже есть вводы, вы сможете посмотреть. Игры определенно стоят того, чтобы их посмотреть. Ну что же, в бане у нас команда Rebels, последний бан остался. Ну, я бы все-таки Destroyer убрала, в плане, если они, конечно, умеют против него играть, но все же герои, несмотря на это, достаточно сильных. Остается тем более. Но задумались. Бэтрайдер мне очень нравится тем, что есть чем начинать замес. Здесь Бэтрайдер может ловить кого-то в лосов, погодоваться в Spirit. Правда, есть чем это дело контрить. Есть Venture Spirit, которая может сразу же свапать героя. Ну, также пак у нас банится. В принципе, тоже хороший бан, в плане того, что сейчас пак становится опять очень популярным. И если ты на нем очень хорошо умеешь играть, у тебя там даггер и ула, то, в принципе, очень сложно тебя убить. Дизраптора банит у нас команда про Dota Gaming. Ну вот, последний саппорт. Что же будет это за герой? На кого ставите? Да, скорее всего. В принципе, тут, скорее всего, Хакон будет играть на Фурионе. Возможно, это будет просто как Тайт Саппорт. Правда, сейчас такое достаточно редко встречается. Но почему нет? Почему нет? Ну, сейчас посмотрим. Здесь может быть, да, различные варианты, на самом деле. Очень мобильный пик про Dota Gaming. В принципе, очень пора... Вот, доберут. Могут оставить Тайда против Бэтрайдера. Стоять. Все равно миле неприятно ставить против Бэтрайдера, да? Он там как-то настакает. Хотя и... Ну, там может прилетать Фурион помогать. Как вариант. Вообще. Возможно. Задумались. Либо просто тянут пик. Знаете, не только у нас такое бывает. Потяни пик, я сейчас вот отойду, тут попью, или что-то здесь. Нет, я ошиблась. Вич Доктора берет для себя Ван Скорр. Ну, для Митрима я, на самом деле, уж не знаю, там, как они, кто на ком лучше себя чувствует. Может, даже, кстати, Ван Скорр, наверное, спереди будет. И последний пик от команды про Dota Gaming. сколько здесь почитать в чатике у Хакона. Все за него болеют, поддерживают и так далее. Вообще, здесь очень много. Все наши игроки играют, поэтому поддерживать, на самом деле, есть кого. Многие известные игроки. Седой, который в ВП играл, Крейзи, там, Шачло. Более, вроде, именитые игроки, скажем так. Ну, а сейчас последний пик нам раскроет Line Up. Как же, как расставить... Так, одну секундочку. Нет, если будет немножко скрипеть микрофон, это я его поправляю сейчас. Ух, прям тянут, до конца, до конца. Эх, мы уже все пики обсудили, а они все, все туда тянут, дотянут. Это Bounty Hunter. Bounty Hunter. В общем, мне этот герой нравится. Очень много на него надо тратить денег, чтобы его споймать. И если у тебя получилось, хотя бы там, где-то в миде загангать, там, или так далее, Курьера убить, ты уже начинаешь быть очень полезным, а с треками, давая вижн по всей карте, это тоже очень удобно. Особенно не когда есть инвизные герои. Здесь, правда, инвизных героев нету, но тем не менее. Ну что, разбирают своих героев ребята и готовятся вступать в драку. Еще раз хочу сказать, это турнир Next Game, и это первая и единственная карта, которую мы посмотрим, по крайней мере, у этих команд, так как это сетка лозеров, то есть одна карта нас ждет. Ну что же, кто на ком играем? Играет команда про дота. Ардик играет у нас на Vangible Spirit, Undershock, я так понимаю, играет у нас на Фурионе, Фурионе, Роджер играет на Баунти Хантере, Гартер Гирокоптер и Хакон у нас на Тайт Хантере. Ванскор, это была команда про дота гейминг, теперь же команда Rebels, Ванскор Эв Спирит, Седой у нас на Сфене, Митрим на Виджет Доктере, Крейзи на Инвокере и Шачело на Батрайдере. Разбирают героев, Ну что, Ванскор уже готов начинать, готов драться. Ну что же, да, кстати, просто эти команды, они везде играют, я смотрю на именно здесь команда Rebels отправила команду про дота в лазера, то есть они здесь уже играли на этом турнире, а сейчас команда про дота может отомстить своим оппонентам за то, что они с ними так поступили. Ну что же, здесь в смоках Five Man Dota с самого начала готовится, возможно, удается кого-то споймать, того же Герокоптера, который спокойно, спокойно, ну, еще не так спокойно, на самом деле, идет в леса, если зайдет, ну что же, нет, как будто чувствуют у нас Арзик и Гартер, что будут их тут ловить, и действуют они крайне аккуратно, но, возможно, они так же понимают, потому что здесь Баунти Хантер скаутит территорию и показывает, что не видит он никого, это значит, что у вас в своей команде надо держаться чуть-чуть аккуратнее. И здесь видим рецепт на Урайт Бен, будет это стандартная Аквила для Герокоптера. По айтему ботинок есть у нас Абит Райдера, так что будет он очень быстрым, если у Инвокера в миде вард. Давайте посмотрим, есть ли Баунти Хантер и Баунти. Есть два сентри варда, то есть, если там вард поставит миде, то он может его разбить. Надо все-таки, чтобы кто-то был рядом с Крэйзи, подсейвил его, потому что здесь убивать они, в принципе, смогут, если учесть, что есть Винга, может подойти со станом, да. Ну и тут стандартная ситуация. Курьер, который должен нести хилку своему мидеру и Баунти Хантер, который хочет этого Курьера зарезать. Ну, они уж, команды, в принципе, я думаю, играли против того же Баунти Хантера миллион раз и понимают, что здесь надо быть поаккуратнее, потому что все равно это очень большое преимущество, когда отдаешь Курьера всей команде деньги, что здесь у нас творится. Ну, давайте посмотрим, кто и как будет стоять эту игру на каких лайнах. Вич Доктор вместе с Свеном будут гонять Тайт Хантера, на котором играет у нас Хакон. Станчик. Касочки сейчас пойдут, если касочки допетлили Хакона. 50 хп. Сидает фаер и спокойно отходит. Ну, слишком жирный герой на самом деле. Возможно, с Санстрайком у них есть какой-то шанс забрать его. Ну, тут просто первый левел съедает манго. Станчик. Будет ли Санстрайк? Будет ли Санстрайк? Будет ли Санстрайк? Что это? Что такое? Я не понимаю. Почему его не было? Ладно, сделала вид, что я этого не видела. баунтихантера? В это время вторая минута. Это значит, пора забирать руну. Баунтихантер забирает ее на боте и иллюзии достаются Вичдоктору на топе. Батрайдеры вместе со Спиридом тут развлекают гирокоптера вместе с Вингоин также здесь в инвизи бегает баунтихантер. Тайт решил сходить на базу и в принципе правильно сделал, потому что его слишком там прокоцали. Еще успел он на крипов, значит, получит свой опыт. Достаточно не то, что необычная, но, скажем так, редко встречающаяся ситуация, когда у нас в миде стоит Фурион против инвокера. И видим, кстати, что Фурион стоит неплохо. Если по крипсу то они в принципе одинаково стоят, то вот именно Динаи, его и правда много. Тут выходит БХ, приходит Вич Доктор в миде, вместе с Эр Спиридом, ну, пытались тут они его убить, ничего не получили, Фурион пытался почейзить дати, заберут здесь скорее Вич Доктора, делают фестблат на нем Фурион, но взамен также отправляется в таверну. Ну, тут на самом деле ФБ он взял, поэтому все у него нормально. Тут еще перетянулось множество героев. Здесь, кстати, вот хочу заметить, что наконец-то я увидела, что Бэтрайдер сделал себе стаки на этом спаун и начал их фармить, потому что очень часто здесь прям несколько игр такое было, что стоял Бэтрайдер, его тут убивали и не мог он сделать себе здесь просто стаки и подфармливать, потому что почему нет, у тебя так быстрее появится даггер, ты сам себе можешь подстакивать. Плюс к этому там ты не фидиш, это, наверное, один из главных плюсов твоих. Здесь делаю даблспаун у нас венга, находит руну волшебства, баунтихантер опять забирает руну баунти на топе. И может опять что-то у нас с митей интересное, потому что здесь есть распеет, сейчас получит он третий левел, когда тут еще пороги, если приходит баунти. Баунтир спирит видит. И так стоят очень мило. И начинается развлекуха. Пошел камень, ну и выкатывается отсюда спирит. Развлекают, пытаться будут подпушивать мит, что ли. Так рано. Ну, теперь видят там бедрайдер, что все перетянулись, можно бы и в принципе левел здесь получить. Пятый левел гирокоптер, ну, если аккуратно будет стоять, нет, фейзов у него и в принципе он тут не должен умирать, потому что венга также в миде тусит. Прям все хотят убить этого инвокера. что что здесь у тайда? Тай 4 левел 13 скрипов у него ни одной смерти. Ну, видим, что не сильно его тут напрягают, но по-моему, там должен был он умирать. Когда был санстрайк, не знаю, что там пошло не так. и готовится атака на бот райдера. В инвизи баунти показывает. Гуляет здесь. Ну, здесь также эрспирит. Эрспирита есть 2 ворда, есть тп. На фаерфлайе забирает крипов. Также хорошая игра в принципе от шачло. ни разу здесь он не умер. Когда у нас эта добыча? Реген находит тайт. Очень приятно. Сейчас еще может здесь спаунд подфармить. Пытался сделать здесь стак, но почему-то не получается сделать стак. Вроде бы варданик не успевал. Не увидела я. Фейзи приобрел себе герокоптер. Он по фарму Свен опережает его немножко видим на один скрипов где-то так. Включается под ультом. Свена хватит ли прокаста чтобы убить. Нет не хватит. Даже не пытался здесь инвокер помочь санстрайком. Слишком жирно тайт. А сейчас у нас Свен без ульта и абсолютно без маны. В это время будет пытаться себе тут отводить Свен, но не пошло, потому что Фурион понимает, что если у тебя Свен в варажской команде покупает доминатор, то значит будет делать на ранние стаки, а это значит надо ему помешать и отправлять сюда пенька. Тут развлекается Спирит вместе с БХА, однако подходит сюда еще ВИЧ Доктор, и были еще просветы, и второй фраг отправляется в копилку команды Ребел. Видим, что есть перчатка у инвокера, возилка, в принципе все по стандарту, будет собирать он разумеется себе Мидас, не так много ему еще осталось, здесь фейзы и барабаны, опять же все по стандарту, ничего необычного, скажем так. Так, шестой левел, есть у него ультимейт, однако на него нет маны, так что если что. Ватрайдер просто решил пойти в леса и вынести как можно более быстро даги, я в принципе его в этом поддерживаю, руна инвиза появляется у нас на боте, на топе, соответственно руна богатства, герокоптер, Белт оф Стрэндж приобил, значит опять же так же и герокоптер будет собираться по стандартному, это будет Саша Яша, а вот здесь инвиз забирает Венжифул Спирит, будет ли это выход на инвокера, но инвокер грамотно отходит, здесь у них была руна и видел, как инвиз забирала Венга, был Вард, простите. Вичдоктор есть асты, статистика 2-1, сделал он 2 фрага из 2 возможных в своей команде, что у нас у Свена появилась ПТшка, ну вот, сделал уже себя он 1 стак, все-таки я считаю, что неплохо было забанить его здесь этот спаун, потому что очень много на нем может вынести Свен, и вот здесь скорее всего сейчас что-то будет у нас на топ-лайне, есть Манау Свена, 4-й левел, Арспирит, но Баунти показал, что перетянули сюда и спокойно решил отойти. Время на ланне находится только один Бэтрайдер, у которого 1300 голды на руках. Инвокер пошел в лес, тем более уже принес себе он минус, который в лесу и завязал. Баунти 4-й левел, есть ТП, тут еще неплохо крипов возможно подфармит. Пошел убивать пеньков Фуриона, которые будут сейчас мешать стакать, поэтому не застакиваться здесь. Десятая минута, время чекать руны, очень у нас спокойная равноверная игра, дабл деммер забирает Ванжел в Спирит и Баунти Хантер по-моему третья уже руна богатства для него в этой игре. Да, уже приобретает себя Лакрити, очень часто покупают сразу Белтов Стрэндж, чтобы быть чуть-чуть более плотным, чтобы если вдруг выход был какой-то шанс выжить просто. Заметьте, что Свен пошел фармить лес и оставил Вич-доктору получить шестой, добрать возможно какие-нибудь арканки, что-то в этом духе, для Свена это само в плюс, тем более, если учесть, что заметьте, мне очень нравится, как делают, потому что очень часто Кэрри говорит, все мне, например, когда у твоего Леона либо даже Вич-доктора быстро появляется шестой левел, и он с ним сможет помочь тебе же минуснуть какого-нибудь героя очень быстро, даже того же Тайда, неспользуя то, что Тайда очень жирный, это понятное дело, но если все пройдет как по маслу, пятый левел у нас Баунти Хантер, ему также очень нужен шестой левел, как-то не делает активных действий на карте, начинается внизу драка, сколько же четыре героя команды Ребел был хороший ультимейт от Геррокоптера, а также он отъезжает, приходит сюда Тайд, ультит Свен под ультимейтом, решает отойти, размен пока 2 в 1, в Спортах стоит Инвокер, Санстрайк по Тайд Хантеру, Тайд Хантера забирают, размен пока 3 в 2, под треком у нас Инвокер, будет ли дальше попробовать чейзить его, нет, нет, не чейзили, неплохой размен, 2 в 3, да, да, 2 в 3, забрали Хардлайнера, Кэрри и Саппорта на Саппорта и Хардлайнера, ну, для команды Ребел, я думаю, что этот размен гораздо лучше, однако, дальше продолжается замес, полетели здесь на Инвокера, Инвокера забирают, здесь камнем добивают Фуриона, но Инвокер был под треком, дальше атака на Баунти Хантера, вкатывается здесь Эр Спирит и забирают его, также размен получается 2 в 1, видим, что практически равно стоит, давайте уже откроем графики, чтобы понимать, что у нас створится по нетворсам, а кстати, графики, графики, преимущества команды Ребел по опыту, и что касательно золота, это также 1000, в принципе, это совсем немного, ну, здесь команда Ребел ведет на 3 фрага, правда, здесь есть у нас Баунти Хантер, который уже получил 6 левел, и под треком, если будут забирать, конечно, это неплохо, на первом левеле трек совсем мало дает для команды, зато для себя любимого неплохо там денежка сколько? Дополнительное золото себе 200, а команде по-моему 40, да? Так, я же принес себе Гирыч, вот тут сейчас будет атака опять же внизу, под смоком находится у нас Спирит, а также ВИЧ Докторов, укатывается на Гирокоптера, промахивается, можно попробовать забрать Венжи Фулл Спирит, туда старается кулдан, флассобирует Венжи Фулл Спирит, пытается она дать все, что может, но, разумеется, здесь ее разбирают, также хороший вард от ВИЧ Доктора, здесь отъедет 100% Гирокоптера на одного ВИЧ Доктора, поменяли Гира и Вингу, дальше продолжается у нас атака, однако здесь у Тайда откатился ультимейтер, забрали на разводе Эр Спирита, можно забрать еще попробовать Батрайдера, Батрайдера заберет ли у нас Тайт его, нет, Блинк Аут, ну и размен у нас получился 2 в 2, но, опять же, размен нет, забирает по трекам, достал Тосом, дальше, пойдут ли за Хаконом, нет, а вот Венжи Фулл Спирит здесь 100% уезжает, ты, наверное, зря вылез, нет, я ошиблась, смотрите, 30 хп осталось, я думала, там баунти также заберут, баунти, посмотрим, что у нас получилось, размен, опять же, 2-2, но, как-то, Rebels, они отдают саппортов и убивают Кэрри, здесь еще сначала забрали Гирыча, потом Фурион умер, видел, много у него смертей уже, 3 смерти для Мизера на 14 минуте, это много, 0-2 у Гирыча, ну, хоть, несмотря на это, у Гиррокоптера все не так плохо, видим мы, что, как располагаются у нас Нетверсы, первое место занимает Инвокер, статистика 3-1-6, есть у него Мидес, который неплохо было бы сейчас заюзать, дальше у нас идет Свен, который ни разу не умирал, сейчас откатится у него ульта, заберет Эншетов, здесь у него Нетверс еще поднимется, можно было бы дать, ну, у Левелта, в принципе, у саппортов есть, им больше не нужно, с 6-ой лавала имеется, значит, доктор может подойти, подхилить чуть-чуть, кстати, заметьте, что Вичдотч, Вичдоктор Максид Меледит, здесь поймали Фуриона, благодаря Бэтрайду закинула его в Лассо, вместе с Эрспиритом, очень хороший фраг, очень люблю, когда, например, так, Хардлайнер плюс саппорт могут убивать какого-нибудь такого соло-героя, здесь сейчас поймали Баунти Хантера, зашел он, по-моему, под Дас-Сентри, но уж тут его не отпустили, Бэтрайда Рассо сейчас в кулдауне, но он в предсвене, он просто подфармливает крипчиков, остался только рецепт до Саши Яши у Гирыча, дабл дэмэдж есть у нас у Тайда, у Тайда один стелл, статистика 2-1-3, через 5 секунд будет у него ультимейт, и могут попробовать подраться, здесь немного неприятная ситуация, что всегда команда Ребелс смогут начинать сейчас с тимфайтом, и при том очень-очень хорошо, может прыгнуть Бэтрайдер с Лассо, может на ветра поднять, Свена еще нету Даггера, но тем не менее есть у него Саша Яша, также может Рспирит покатиться, то есть есть чем начинать, а здесь как бы только Фурион может прилететь наперед и закрыть свои спруты, да, однако, если ты так полетишь вперед, закрывать кого-то в спруты, Фуриона и Скейп обилок никаких нету, ну и не такой уж он супер плотный, его заберут очень быстро, поэтому так надо как-то поаккуратнее, мека есть у Тайдао, вот он бы был идеальным инициатором, но нет еще Даггера, здесь Венжифл Спирит тратит свой свап на то, чтобы начать драку, тоже можно, наверное, только в редких случаях, потому что лучше все-таки засейвить кого-нибудь от своего же Бэтрайдера, здесь ждут уже Бэтрайдеров Смока готовиться, понимают, что здесь где-то будет Фурион, однако нет, Фурион показывается у нас внизу и пытаются забрать Тавр, Тавр, разумеется, они здесь заберут, хотя юзается Глиф, но это не поможет ему выжить, тем более понимают, что сейчас драться надо аккуратно, есть у Тайда ультимейт, есть у него Мека, есть у него Мека, то есть достаточно плотный он, можно попробовать на развороте со Смока, Как вам идея? Это правда страшно, но я понимаю, но я люблю рисковать бы. Бончихантуру сюда явно подходить не стоит, просто куча сэнтрей, 4 сэнтри стоит варда, куда не подойдешь, здесь сразу же тебя увидят. Свен говорит, так, короче, ребят, мне вот это состояние 5 на 5 на одном лане неинтересно, я пошел фармить Крипчиков, и в принципе достаточно понятное решение есть у него ТП, если будут наглеть летать, может он просто прилететь и уж там под ультом раздать, ну или не раздать, как получится. В это время инвокер Крэйзи сплитает, включается Глиф, но скорее всего заберет он этот тавер, однако могут отдать тавер замет, юзается Глиф, неужели не будут дефить его? Размен получается гораздо лучше для команды Продота. Посмотрите, сколько уже команда Ребелс потеряла за тут таверов. Четыре тавера на всего лишь один. Здесь правда пытается сплитить Свен ТП Закрывает его с пруты Был топорик, но тем не менее пошел кулдаун, однако здесь приходит помогать своему спину Свену спилить не получается Свен отъезжает и так они за дефили тавер забрали главного кэри команды Ребелс Скажем так Спейс создал, только вот Спейс как раз нужен ему самому. Летит Фурион Не знаю на самом деле зачем он летел, потому что его даже вообще сейчас могли попробовать поймать, хотя есть Орчид, если будет прыгать на такой на реакции сразу Орчид в лицо может отправить его в таверну Рона Волшебства внизу берет инвокер инвокер под треком на топе у нас баунти это вот вчетвером собрались может какой-то смог будет до сих пор есть у Тайда ультимейт наверное что-то должно кстати у Тайда улететь возможно это должен быть даггер а нет это грифсы грифсы себе взял ну это тоже как вариант в принципе если они думают не просто Тайда вылетает у нас ставится сразу же пауза так сразу они даже не заметили тут по-моему противники поставили да инвокер говорит что-то у вас ребята у вас одного героя не хватает очень приятно такой добрый добряк давайте посмотрим пока графики по опыту уже около пяти тысяч команда ребелс ведет и ведет она на самом деле для 20 минут это не супер много но тем не менее вообще есть мидус у них один потом свен который там эншентов подформил тоже достаточно много денег поднял а по золоту по золоту это всего лишь тысяча тысяча это вообще ничто вообще они очень легко могут отрагораться за один выигранный замес под треками если еще где-то паунтик хантер накрыть себе поэтому как-то было ну ладно тоже неплохо в принципе но тем не менее 9 11 левель он может только мечтать 3-4 давайте пройдемся по этому урна есть vengeful spirit орчит барабаны фэйзы у фуриона я вообще думала что будет тут собирать грифсы но собрал их тайт поэтому как-то было ну ладно тоже неплохо в принципе но тем не менее гирокоптер есть уже саша яша видимо заявка небольшая на бкб видео огар клаба 1000 голды у него на руках эрспирит урна свэн практически такая же ситуация как у гирокоптера по айтамам вич доктор уже сразу же старается собрать аганим ему кстати до него остается 1300 голды в принципе не так много и где-то ему надо эту денежку взять инвокер блинк даггер мидас барабаны видим что есть поинт бустер 2200 в кармане до аганима остается 700 голды даггер и форстаф у бедрайдера ну в принципе тут все стандартно никаких там даггеров на фурионах нету почему кстати если вы помните был по моему такой даже не патч просто скажем так назовем это модой когда фуриону быстро просто из лесу выносили тупо даггер и пытались как-то гангать и с даггером убивать достаточно долгая пауза пропал пропал у нас куда-то хакон хакон кто там задосили его где же ты хакон за тебя столько людей в чатике болеют а ты давайте подумаем что касательно лейтаж кто сильнее гирокоптер либо свен мне честно говоря больше нравится свену в плане того что и тот и тот могут как раз раздать у одного есть флаг канон который бьет по всем у второго есть ульта и как залетает он стайгер а потом фалдар два крита и все уже интересуется где же тоже интересует где хакон и сразу же хакон почувствовал что мы все его ждем решил подключиться к игре отлично готовы смог от команды про дота сразу же включились в игру после паузы понимает что если кого-то быстренько убить на пятеро героев трек всегда приятно и этот кто-то может быть спиритом ванскором сразу свап пытается укатиться но здесь уж ситуация сами понимаете как здесь даже пожалел он дал ультимейт свой однако смотрите практически забрали баунти хантера однако здесь прыгнул батрайдер на фуриона фурион здесь отъезжает кидается у нас кулдаун однако сколько там понятно в это время свен на седом седой на сфле не пытаются у нас сплетить нет фуриона и можно попробовать забрать рошана есть же форжи есть ульта у свена пойдут просто инвокера одного пустили забирать рошана свен говорит ты сам его короче забирай я пойду лучше тут поформлю что нет серьезно что такое почему почему ты не помогаешь ему нет я понимаю бить крипов но тут просто рошан при том пол хп мой инвокер снял начинается замес начинается со свапа еще раз отправляют в таверну эрспирита прилетает фурион и сейчас уже подбит пирошан они как бы его и сами теперь заберут а почему нет о большое спасибо братишка инвокер что помог прыгает батрайдер но укатывается на форстафе под огнем не так приятно однако не сильно коцаная у нас сейчас команда продота тем более есть ульта второго левела у тайда ой ну посмотрите затащил на хг геррокоптера начинается драка ультимейт от тайда первым размену баунти на батрайдера здесь скорее всего также отъедет сейчас свен буквально 50 хп размену уже 3 в 2 тут очень плотный однако приходит еще вич доктор с касочками ну санстрайк отлично попадает у нас инвокер санстрайком и 4 в 2 размен несмотря на то что очень хорошо начали сразу сбили эрспирита посмотрите размен у нас получился 4 в 2 ну не забывайте что там эрспирит умирал вот такая грустная ситуация единственное радует что аегис успел забрать фурион и как-то может с ним попробовать драться правда если честно вот этот аегис на фурионе он как-то не сильно пугает скажем так если учесть ну допустим меня бы испугал аегис на гирокоптере что-то в таком духе да ну ладно и так неплохо гирокоптер до бкб остается только рецепт здесь абсолютно такая же ситуация только до рецепта остается буквально 200 голды здесь чуть-чуть больше сейчас если аншентов зафармит немного странно что у свена здесь нет никакого даггера я привыкла не то что просто он не очень мобильный да есть варкрая может он быстро подбежать но тем не менее с даггером мне кажется как-то поприятнее на нем играть фуриона давно ничего не появляется нужно ему что-то не знаю через что он пойдет через загоним через хекс вариантов просто масса через бкб почему нет здесь хватает станов и магического прокаста теперь же смог от команды ребелс знают они что там есть аегис но при хорошем тимфайте это аегис на фурионе им не страшно ну просто просто бы сбить гирыча какого-нибудь в начале аганим и есть вещдоктора кто тут может сбивать сбивать на самом деле есть чем аегис гриф ну конечно тут так же не спасет это тавер свен забирает этот его можно посмотреть графики 7000 по опыту по золоту 4000 немного но тем не менее это какое-то преимущество не хотят про дота драться у тайда правда есть ультимейт сверху 1400 голды однако прилетает бэтрайдер на фаерфлай чтобы крипы побыстрее здесь умирали откидывается своими банками ну а здесь тавер так же забирают два тавера себе забрали здесь в размен просто пошли пойдут ли дальше вот что интересно мне кажется вряд ли они пойдут спирит приобитает гем и баунти хантеру надо быть еще более осторожным кстати кримсон гвард есть у бха так же пробить его теперь по крайней мере становится сложнее не успокаиваться у нас игра просто размен размен ворами кстати есть тревола у инвокера может он в любое место прилететь и поддержать какую-то инициативу от бэтрайдера например который может ждать там пойдет например тот же фура сплетить вот так вот один вдруг его бэтрайдер ловит прилетает дейнбокер и объясняет что так делать не стоит стат ворты венга есть не отранкил венга кажется совсем бедная но зато у баунти хантера здесь второго саппорта достаточное количество вещей еще одна рунда баунти сейчас кстати у хакона появится блин даггер я надеюсь что это будет именно он и может он получше уже начать какую-то инициацию дистанцировать замес здесь идет вперед инвокер остальные сзади под смоками ну я думаю что должны это понимать у фреона пропал аегис кстати есть лотар у него же и начинается замес бэтрайдер полетел ультит у нас тайт однако скорее всего тайт будет первым кто отъедет правда под кримпсон его очень сложно пробить пошел метеор от инвокера под бкб гирокоптер расстреливать неплохо ставится ульта вещдоктора кстати не очень хорошо он поставил свой вард размен пока все равно 2 в 0 3 в 0 догорел но несмотря на то что вард был поставлен не лучшим образом именно вещдоктор является сейчас основным демидж дилером в команде у него 1500 демиджа сэн забирает еще один тавер и может стоит попробовать или нет пока нет ультов да решили отойти несмотря на то что можно было бы подумать о том что нет ультимейта у тайда здесь можно было отбить крипов спешить в принципе некуда они и так ведут хорошие слоты у инвокера ему также собирает бкб при том ему осталось также совсем немного буквально 300 голды батрайдер с гемом тоже собирает себе бкб все будут с бкб здесь смотрите бкб на батрайдере бкб на инвокере бкб на свене вещдок которые со спиртом там проблемы смотрите тоже огорклаб есть все хотят быть толстыми и непробиваемыми чтобы спокойно не бояться тайда который может запрыгнуть совсем начать хорошо замес неожиданно скажем так я уже который раз наблюдаю как баунти берет урон тебе сколько урон взял именно баунти то есть никакие дабл дамедж иллюзии а именно баунти везет на эту урон все бкб есть у инвокера 5-1-12 статистика у него сейчас и успокоилась у нас игра я думаю что успокоилась она до рошана за рошана уже стоит драться либо до рошана какая-то команда решит использовать смоук чтобы потом спокойно рошана не забрать посмотреть на слоты свену есть даггер есть бкб есть саша яша доминатор 2-200 на руках ходит с топориком так что это не тот свен которого можно закрыть в спрутах и будет он стоять всю ульту все бкб не сможет никого убить привет артизи но артизи после того как его на сцене закрывали он сейчас на всех героях имеет против против фуриона топорик если посмотрите его стримы и тут все же смоук от команды пд втроем они идут потому что здесь по лайну идет фурион он типа такой я бачу ребята давайте что-то придумаем однако кстати мы не купились на это и просто пошли сами сплитить начинается такая минута игры когда следующий замес будет очень уважен 2 минуты до Рошана это второй Рошан значит у нас без сыра он будет еще сейчас надо вызывать форжей есть гриф не прожимает ультимейт Свен кидается на него трек вызываются пеньки гриф свап от венжи фил спирит под бкб свэн включает ультимейт начинает наяривать с руки стоит палкович доктора туда пошел метеор ой как он был со сплэша сейчас свэн ударил неплохо размен в это время 3 в 2 однако выкупается венжи спирит вы гем потеряли можно гем попробовать забрать гем забирает у нас вич доктор кстати сейчас нет ульта у тайда и уже отбиваться им нечем споймали фуриона неужели но фуриона есть лотар сан страйк видишь доктор приобретает себе бкб ульт он может полностью раскастовать пошли касочки однако поддержать это дело некому но посмотрим что творится по графикам ну лебоис увеличивает увеличивает свое преимущество да и по золоту тоже здесь споймали жесть сан страйком на базе добили да фуриона неприятно что тут скажешь нет фуриона и можно будет забрать рошан нет скорее всего ресница тут уже фурион до появления вот появился рошан есть вкатывается сюда спирит ставит вард включается ульта свена и пошел наяривать не собирается команда продота здесь драться потому что сами понимают что этот замес они не выигрывают еще все-таки фурион у нас в таверне аэгис достается у нас инвокеру дд 20 секунд до ультимейта чем будут дефить 2600 на руках у гирича есть у него байбэк на случай если что по поводу глифа глифа нет можно в миде забрать тавер потом уже приставать кг в это время фурион понимает что пока надо пока есть тремя надо максимально просплетить лайн и здесь также находятся бантих хантеры и может даже если бетрейдер какой-то прилетит можно было бы его и забрать потому что бетрейдер бкб и гея никак не заберешь понятно это тавер им дефис уже нет никакого смысла и они просто возможно попробуют перетянуть кого-то мкб приобретает у нас гирыч ага и без паббека остается он решил пусть до конца гейминг такой но тут скорее всего на самом деле если он он уже с ним умрет они умрут не по одному и поэтому можно закупиться если бы если бы его там одного забрали он допустим сплитил то да здесь именно надо внести за ультимейт тайда максимальное количество дэмэджа однако кому-то оттутить бот райдера бкб инвокера бкб у слэна бкб у иждоктора бкб только у эрспирита нет бкб да ему на него уже не нужно и готовится дэфити ну сейчас наверное пошел инвокер в мид чуть-чуть процплетить кстати есть у него окторин ну что будет ли у нас драк нет драк это понятно будет вот как она пройдет команде про дота наверное через байбеки надо здесь выкупаться и что-то делать как-то либо перетянуть какого-нибудь героя на топ чтобы драться 4 на 5 возможно черри вот как-то так влетает тайтхантер по двоим реварш под бкб наяривает у нас гирокоптер кстати меняются они 2 в 1 пока забрали свена и батрайдера на двое героев однако на саппорта и на хардлайнера драка здесь дальше продолжается но выбили гем выбили гем да ну вот как-то не очень получилось не успел свен просто поражать бкб и отличная курьер просто пенит мило что тут делал ладно хорошо контролит курьером но жив у нас гирокоптер правда кулдаун у него бкб юз это глиф пошел кулдаун кулдаун по двоим у вич доктора кд ультимейта вешает на себя лакрити под треками но все таки бараки здесь до конца лол этот барак кстати регенится нет все таки добил здесь инвокер бкб и тэп аут уходит инвокер даже аегис он еще не отдал кстати от маникдик так загорел у нас гирокоптер потеряли они один барак но они потеряли аегис вот в чем прикол и это еще драка была хорошей для команды продота потому что хорошо влетел тайт на двоих героев там свена сразу сбрили он ни одного удара не сделал мне прожал бкб реакции не хватило пойдут по миду потому что все сейчас есть а вот ультимейт отойда нет ну правда 30 секунд не так долго не так долго осталось кстати тайт собирает себя ганим трек вешается на свна кидает от него тос подключает ульт не знаю как это тейфить на самом деле просто забрал тавер и блинк аут однако здесь инвокер под лакрити с фаржами у него еще есть аеги ветра на ветра попадает только одна венджа флспирит вылетает у нас забавно вич доктор однако венга с хорошей реакцией свапает только она может здесь сбивать свап сбивать ультимейт в бкб вич доктору ставится стенка от инвокера здесь гирокоптер уничтожает свои же бараки смотрите и венджи флспирит также отъезжает от прокаста инвокера у инвокера пропал аегис ультимейт айтеда блин уже калдаун бкб у свна но продолжается замес магнитайз от эрспирита и гг пишет у нас азик на венджи флспирит гудгейм команда ребел второй раз выигрывает команду продал на этом же турнире первый раз отправили в сетку лозеров а второй раз из сетки лозеров выбивает из турнира ну что же поздравляем команду ребел с победой а я для вас прокомментирую еще одну встречу Энса против команды команды Yellow Marine ну что же а пока послушайте музыку ну что же гу- из-за являются не первой раз